Меня зовут Вячеслав Медведев, я руководитель направления облачных решений в компании инфосистемы JET. Мой сегодняшний рассказ, это первый на самом деле рассказ в целой серии наших выступлений. Будет два вебинара, один сегодня, второй через неделю, на которых мы совместно с нашим партнером Яндекс.Облаком будем рассказывать об облаках, о том, как использовать облака в этой инфраструктуре предприятия, о том, как включать облака как инструмент в весь современный доступный набор IT-решений. Сегодня начну я с общего рассказа о том, как, собственно, эти облака использовать в IT. И потом Павел Тесленко продолжит и расскажет с точки зрения бизнеса, как выглядит процесс переезда этой инфраструктуры из западных ЦОД в Россию. Сейчас достаточно актуальная тема, многие уже сделали, но многим еще предстоит. И завершает сегодняшний вебинар, будет мой коллега Глеб Карманов рассказывать про безопасность облачных средств. Наверное, основное возражение против облаков, наиболее чаще встречающиеся, это как раз информационная безопасность и риски с ней связаны. Собственно, Глеб попробует развеять эти опасения. А я начну. Пару слов про компанию Jet. Ну, не буду много на этом останавливаться. Я думаю, раз вы здесь, вы хотя бы иногда о нас слышали. Мы один из крупнейших интеграторов на IT рынке России и СНГ. У нас работает много-много замечательных специалистов. Мы позанимали много разных верхних мест в разных рейтингах. В общем, планируем продолжать. К делу. В таких событиях, на самом деле, рынок первое время опасался больших проблем с поставками оборудования. И поэтому вопрос с облаками стоял таким образом. Раз не можем купить сервер, значит, будем арендовать ресурсы в облаке. То есть, облако вместо собственного оборудования. Сейчас ситуация нормализовалась. Понятно, что добыть оборудование все же можно, но за прошедшее время очень многие организации попробовали облачные решения, попробовали облачные технологии. Чаще всего этот опыт положительный. Как и везде в мире, на самом деле, рост облачного потребления начался с сегмента малого и среднего бизнеса. Но сейчас мы, наши партнеры, мы наблюдаем кратный рост потребления облачных ресурсов со стороны крупных заказчиков. Наши облачные партнеры не дадут соврать. Так что на сегодняшний день, с одной стороны, стало ясно, что облако это никакая не серебряная пуля и нельзя все перенести в облако. Но, с другой стороны, большинство организаций оценили для себя уже применимость облачных решений. И вот именно в этом ключе я и хочу свой сегодняшний рассказ вести об облаках публичных как необходимом элементе современной ИТ-инфраструктуры. То есть мы говорим не о полном переезде облака, мы говорим о построении гибридной инфраструктуры. Небольшой ретроспективный взгляд сделаю. То есть в последние десятилетия, как развивалась наша тема, более 10 лет назад произошла такая большая достаточно революция в ИТ. Это широкое распространение технологий виртуализации. Сначала серверной, потом виртуализации хранения, виртуализации сети. Приблизительно в те же самые времена появились компании интернет-гиганты, которые начали строить свою инфраструктуру по особым своим интернет-гигантским принципам. И в конечном итоге именно они создали крупнейшие публичные облака. Я имею в виду Google, Amazon и так далее. Если сильно упрощать, то их инфраструктура обладала огромной масштабируемостью, гибкостью, но ей не хватало надежности и простоты. Но уж больно всем технарям приглянулась эта история про гибкость, и они хотели ее перенести в on-premise. И бизнес-преимущества у этого переноса также проглядывались. Поэтому в конечном итоге это привело к сближению подходов к управлению IT on-premise, и, что важно, к унификации инструментов управления. То есть гибридное облако получается. Это когда у нас есть своя инфраструктура, инфраструктура в публичном облаке, и эти обе инфраструктуры управляются неким единым образом, единым инструментарием и по единым принципам. Ну, наверное, я прекращу агитацию за облака, раз многие уже их пробовали, значит, знают, что в них хорошего. Итак, ну, предположим, у вас в инфраструктуре в целом все нормально, купить бы еще сколько-нибудь серверов и будет вообще отлично. Зачем вам облака вообще? На наш взгляд, основная область применения в устных технологиях – это экономия, да, экономия в IT. Тема, сразу оговорюсь, неоднозначная. Мы уже не раз пытались, но мы точно пытались, и вы наверняка пытались, посчитать, да, что дешевле, что дороже, что разместить какую-то информационную систему в облаке или ее же там, но он примес. Не всегда облака оказываются дешевле, но это если считать в лоб. Дальше я, собственно, и буду в основном рассказывать о том, как на облаке экономить. Две другие темы на слайде, не такие более технические, но не менее важные. Облако может быть резервом для вашей инфраструктуры, для ваших IT-систем. И облако может предоставить вам те сервисы, которые либо дорого, либо крайне сложно разворачивать у себя. Какие-то технические сложные вещи, например, машин лернинг или что-то подобное. Ну, собственно, обо всем по порядку. Облако как средство оптимизации затрат. В чем основная фишка облака? Это возможность выбирать уровень сервиса, соответствующий требованиям, ну, в принципе, каждой конкретной IT-системы. Я имею в виду требования к сайзингу, к доступности и к эксплуатации. Тот самый, в общем-то, пресловутый PayZube, о котором всегда говорят. Если просто посчитать требования к серверам и купить вот столько же в облаке, да, вот сколько вы посчитали для себя, там, я знаю, 20 серверов, там, какие-то характеристики, столько же купить в облаке, то экономия не получится. Я вот сейчас попробую продемонстрировать почему. Смотрите, когда вы считаете требования к своей инфраструктуре, вы вынуждены делать это по пиковому потреблению. То есть, даже если эти пики потребления бывают нечасто, для того, чтобы в эти моменты не падал сервис, не падал уровень сервиса, вы вынуждены большое количество вычистотных ресурсов держать простаивающими. Вот, ну, если сервер 80% времени там недозагружен, но он все равно куплен, он все равно ваш и, собственно, эксплуатируется и греет воздух. В облаке вы можете включать только те вычистотные ресурсы, которые нужны именно сейчас. Самый простой пример, буквально вот в текущем проекте, в одном из наших вот заказчиков мы сократили потребление облачных ресурсов на 20% просто за счет того, что мы тестовые среды отключаем в ночью и в выходные, то есть в нерабочее время. Если вы свой сервер выключите ночью, это никакой экономии не приведет, кроме электричества разве что. В облаке вы можете, ну, достаточно существенную экономию таким образом достичь. Это самый простой, конечно, вариант. В принципе, все развитые облака и Яндекс.Клауд, безусловно, среди них, как один из технических лидеров, позволяет, ну, имеет большой набор инструментов для того, чтобы вот эту экономию углублять и расширять, так скажем. Это и какие-то средства автоматизации, возможность мониторить нагрузку и автоматически масштабировать, скейлить решения в облаке. И какие-то истории про аллокацию и разделение нагрузок и бюджетов между подразделениями. То есть вы имеете большой достаточно инструментарий для того, чтобы, по факту, иметь, ну, то есть оплачивать только те ресурсы, которые нужны в данный момент. Все инструменты для этого есть. В принципе, аналогичная ситуация и с доступностью систем. Потому что, ну, большинство наших заказчиков себе не может позволить иметь несколько инфраструктур разной стоимости, условно, для чего-то критичного, для чего-то некритичного. Многие, ну, наиболее крупные сейчас пошли по пути, что вот есть, условно, VMware под критичные системы и какое-нибудь open-source облако, там, на open-stake или на что-то подобном, на отечественных системах под менее критичные нагрузки, под тест, под DEV. Но все равно, каждая из этих инфраструктур в итоге у вас будет спроектирована под максимальный уровень требований. Ну, либо второй вариант, вы можете сознательно отказаться от части требований. То есть, например, вы говорите, там, вот на критичной инфраструктуре мы умеем реплицировать машинки с CODA в CODA, а на некритичной не умеем. На критичной можем бэкапить, там, не знаю, агентским бэкапом или еще как-то, а на некритичной не бэкапим. За счет этого, получается, ну, мы развернули систему, пока она была некритичной, где-то на некритичной инфраструктуре система, уровень критичности ее повысился. Что теперь? Надо ее мигрировать, значит, с платформы на платформу. Ну, не очень удобно. Помните, раньше вообще была такая очень модная тема, сейчас она чуть менее модная, классификация систем по классам критичности. И вот, ну, я не готов, не оспариваю, скажем так, саму полезность этой классификации, но сколько было вообще дебатов, чтобы решить, к какому классу критичности ту или иную систему относить. Так вот, я к чему клоню? К тому, что в облаке вы можете выбирать уровень критичности вот индивидуально под каждую систему. То есть, если это совсем какая-то мусорная нагрузка или там система, которая требуется там что-то посчитать и сразу забыть. Да, то есть, это могут быть прерываемые виртуальные машины, которые там в три раза дешевле, чем обычные. Если нужно повысить критичность, можно использовать сервисы балансировки, сервисы резервного копирования. В конце концов, можно разворачивать там аналоги своих премиас-решений по бэкапу в облаке для того, чтобы получить там полный спектр доступности. То есть, вы, ну, я уж не говорю о том, что, в принципе, в публичных областных провайдерах есть разные зоны доступности. Вы можете комбинировать размещение виртуалов по ним. То есть, ну, у вас есть полный набор инструментов для того, чтобы обеспечить именно тот уровень доступности для вашей системы, который нужен, опять же, именно сейчас. Вот тот самый подход, что вы оплачиваете только то, что требуется в моменте. Весь арсенал областных услуг вам доступен. Ну, и последний, наверное, способ экономии на облаках, он же классический, и больше всех на слуху, это оптимизация стоимости эксплуатации. Здесь что хотелось бы отметить. Опять же, вспомним про интернет-гигантов. Как они вообще умудряются эксплуатировать свои гигантские инфраструктуры, десятки тысяч серверов? Ну, за счет, в первую очередь, автоматизации и самообслуживания. Подчеркну момент, да, что в таких развитых публичных провайдерах, как, например, Яндекс.Клауд, у вас есть очень широкий набор инструментария для управления облаком. Не только классический портал самообслуживания, но и утилиты командной строки, но и инструменты инфраструктуры, как код, например, Terraform провайдеры. То есть пользователи могут, в принципе, большинство задач в облаке решать самостоятельно, а то, что они могут делать сами, соответственно, это не придется делать администраторам. Вот. Здесь также важно то, что сейчас большинство от областных провайдеров развивают услуги по АС и САС. Я имею в виду готовый инструментарий, например, для решения каких-то типовых задач разработки или менеджер сервисы. Но об этом я еще чуть позже скажу. Я бы здесь снова такой мостик перебросил к гибридной инфраструктуре. Смотрите, облачная модель управления IT, это вообще в большей степени не про технику, хотя и про нее тоже. Это про то, чтобы задачи развития этой инфраструктуры и задачи ее эксплуатации сделать независимыми друг от друга. То есть в локальной инфраструктуре это не всегда возможно, в первую очередь из-за ограничения бюджетов. То есть вы вынуждены планировать, да, вот под такие задачи вот столько-то мы закупаем железо. Но в публичном облаке это реализовано в полной мере. То есть если резюмировать, облако востребовано будет в первую очередь там, где идут какие-то активные изменения, активный рост, внедряются новые системы. Там вы можете с помощью облака это делать максимально эффективно. Вот. По части эффективности, наверное, все, что хотел сказать, перейдем к доступности. Частично я об этом уже говорил. Сейчас вот что хочу добавить. Вообще область инфраструктуры крупных провайдеров действительно очень неплохо построена. Она рассчитана на такие нагрузки, которые значительно превышают то, что обычно бывает в инфраструктурах каких-то конечных заказчиков, даже самых крупных. Да, безусловно, у облаков бывают проблемы, ну то есть это нельзя отрицать, но они крайне редко, во-первых, затрагивают больше, чем одну зону доступности. Например, у Яндекса три зоны доступности. Ну и к тому же, в принципе, как облака с ними справляются. Да, Яндекс, например, отображает в реальном времени доступность всех своих сервисов, наличие критичных инцидентов по ним. В общем, то есть доступность технологии, доступность облачной инфраструктуры очень неплохая на самом деле. Вот, я на слайде указал... Вот так, раз-раз, вижу, что проблемы со связью, коллеги. Все хорошо? Так, ну, видимо, видимо, это значит, что со связью, наверное, нормально. Хорошо, я продолжу тогда. Может быть, есть смысл переподключиться. Окей, все хорошо. Тогда едем дальше. То есть, к чему я клоню? Потому что зрелость и доступность инфраструктуры улучшенных провайдеров действительно очень неплохая. Да, и, ну, не знаю, самый простой вариант, что вы можете попробовать для повышения доступности ваших сервисов, то есть для использования облака как резерва, это, например, там, бэкап на S3 в облако. Сейчас практически все западные системы резервного копирования умеют хранить копии на S3. Некоторые отечественные тоже могут, но я думаю, что рано или поздно все к этому придут, потому что это такой, ну, очень удобный и хороший вариант. У Яндекса есть еще возможность варьировать стоимость размещения резервных копий на S3 за счет выбора, там, ледяное хранилище, холодное хранилище, горячее, да, то есть там разная стоимость хранения и восстановления данных. Если нужно больше хранить и меньше восстанавливать, стоимость одна, если другая, то другая. В общем, здесь тоже вот вы можете подбирать уровень сервиса под ваши требования, под требования конкретной информационной системы. Вот я бы здесь хотел еще отдельно остановиться на отличиях между вот использованием просто инфраструктуры области, да, ИАС, инфраструктура как сервис, и менеджер сервисами. Понятно, что когда вы покупаете у провайдера виртуальные машины, просто виртуальные машины, то фактически провайдер отвечает только за инфраструктурный уровень, а за все остальное отвечаете вы, ну, или ваш там подрядчик, который эксплуатирует эти сервисы. В случае же менеджер сервисов, весь стэк, получается, управляется провайдером. Я имею в виду, например, менеджер с UBD, WM, кубернетис. Для критичных систем это может быть неприемлемо, не всегда подойдет, но если мы говорим о средах разработки, тестирования каких-то, там, POC, пилотных проектов и так далее, очень удобно это делать на менеджер сервисах, потому что, ну, доступность их неплохая, достаточная, там, для баз данных в облаке есть все основные моменты, связанные с резервным копированием, с репликацией данных, то есть уровень доступности достаточный, а затратной эксплуатации вообще никаких нет. То есть любой разработчик может сделать себе базу с бэкапом, с репликацией и пользоваться им совершенно спокойно. Ну и в завершении, наверное, пару слов об облаке как источники экспертизы. Мы все знаем Яндекс как технологическую компанию, мирового лидера в технологиях информационных, и вот он фактически, ну, как это не пафосно звучит, делится своим инструментарием с заказчиками. Я в первую очередь имею в виду инструменты анализа данных, машин лернинг, распознавание речи и так далее. Кстати, вот именно в области, наверное, анализа данных и распознавание речи именно этими услугами часто пользуются сейчас крупные заказчики для реализации своих задач. Ну, то есть, если какие-то решения внедрять локально, либо там дорого, либо нет специалистов по эксплуатации, либо и то, и то, то эти решения можно из облака получить готовые. Самый такой пример из последнего. Наш проект по построению аналитической системы для одной из промышленных компаний, как раз заказчики выбирали между использованием дата-платформ в Яндексе и развертыванием он-премис решения, и выбрали Яндекс, ну, потому что дешевле раза в три. Плюс они фактически могут не покупать сразу все, да, а использовать по изюгу, то есть по мере, например, идет этап анализа разработки каких-то витрин данных, потребление ресурсов небольшое. Когда уже начинается загрузка данных и фактически система начинает работать, переходит в опытную промышленную эксплуатацию, потребление растет. Вот, коллеги, я, наверное, уже много всего наговорил, пора передавать слово следующим ораторам. В завершении хотелось бы, наверное, резюмировать, что облако – это отличный инструмент для развития вашего ИТ, он может отлично встроиться в самые разные задачи, он дополняет собственную инфраструктуру, делает ее эффективнее. Вот, дальше мои коллеги подробнее расскажут о таких актуальных вопросах, как переезд из западных ЦОД в Россию и информационная безопасность. Stay tuned, как бы, не переключайтесь. Так, коллеги, добрый день, меня слышно? Отлично, спасибо. Представлюсь, меня зовут Павел Тесленко, руковожу отделом ИТ-аудиты и консалтинга в компании инфосистемы JET. Сегодня я выступлю с небольшим, довольно небольшим рассказом. Расскажу, поделюсь, собственно, опытом выполнения проектов по локализации IT-инфраструктуры, IT-системы на территории России на базе публичных облаков. Ну, и, наверное, перейдем к делу. Да, собственно, по понятным, наверное, причинам, да, проекты локализации инфраструктуры, в общем-то, это веяние вот этого проблемного, да, 22-го года. И характеризуются данные проекты, наверное, в первую очередь тем, что у них крайне сжатые сроки. Обычно головная компания дает на эти операции два, в лучшем случае четыре, или там шесть месяцев максимум, чтобы вы видели. То есть там за максимум полгода необходимо всей этой системы, все данные, всех пользователей, все-все-все там как-то переключить, перенести в Россию. Да, дополнительный этап осложняется отсутствием поставок привычного для нас оборудования, IT-оборудования и программ обеспечения, тоже в январе, например. Например, отсутствуют прямые аналоги, ну, тех самых там привычных продуктов, да, оборудования и ПО. Но, с другой стороны, есть довольно большой, не всегда понятный, не всегда очевидный выбор технологических решений, да, технологического стека. И, как вишенка на торте, далеко не всегда на нашем рынке отечественном есть специалисты, есть IT-эксперты по данным альтернативным решениям, да. Ну, в силу того, что эти альтернативные решения раньше были все-таки такими более неживыми, более развивающимися, вот в этом году они получили понятный такой буст ускорения развития, да. Проект локализации, он хоть и кажется каким-то скоротечным, да, назовем его так, быстрым, но в то же время учесть нужно довольно много, чтобы как раз вся эта миграция, весь этот перенос данных, он прошел максимально быстро и без каких-то проблем. Первое, что надо сделать, это разобраться со всеми взаимосвязями, инкрируемых IT-систем, информационных систем, всех компонентов инфраструктуры, чтобы как раз уже там в самом конце, когда мы повезем данные, повезем пользователей, не было каких-то неприятных сюрпризов, да, все мы учли на это проектирование. Второе, но не менее важное, нужно определить и разобраться с актуальными требованиями бизнеса по уровню МСЛИ, по РТО, РПО, возможно по функционалу какого-то инфраструктуры, по производительности, отказу устойчивости и так далее и тому подобное. Эти все требования надо обязательно приоритизировать и понять, какие действительно важные, важнейшие, да, а какими там, если что, можно как-то там их подвинуть, пожертвовать, да, что называется. Следующий момент, но он больше так нишевой, касается все-таки больше банков, финтеха, это учесть там существующие требования ограничения регулятора, в данном случае регулятора Центробанка, да, Россия. Вот, и последний момент, учесть ограничение тех самых существующих альтернативных решений, потому что, тоже, наверное, не будет секретом сказать, что по большей части альтернативные, он прям, решения, они там по функционалу, конечно, где-то теряют, ну, где-то в большей, где-то в меньшей степени, да, по сравнению с привычными нам решениями. Вот, и имея на вход, что называется, там, сжатые сроки, да, такой ворох проблем, ворох задач, ну, зачастую в таких компаниях штат-IT тоже в России довольно маленький, несколько человек, публичное облако, оно может здорово помочь выйти из этого тупика и, в общем-то, убить там всех зайцев, ну, ладно, хорошо, там, почти всех зайцев, да, там, одним выстрелом, да. В общем-то, Слава тут про многие хорошие моменты уже рассказал, повторяться особо не буду, о чем, наверное, стоит действительно остановиться, да. IT-инфраструктуру мы передаем в зону ответственности сервис-провайдера, да, то есть уже не мы, а сервис-провайдер отвечает за соблюдение этих самых, там, СЛФ, РТО, РПО, которые от нас, от IT, да, требуют бизнеса. Здесь мы вот диверсифицируем, да, эти риски. Ну, тоже очевидный момент, оборудование мы получаем как сервис, не нужно, там, по полгода ждать его доставки, не нужно проводить все те тендерные процедуры закупочные, то есть все у нас быстро, по щелчку пальцев происходит. Ну, про PAYS-EGO, Слава уже говорил, повторяться не буду, платим только за то, что реально, там, потребили, что нам нужно, да. Собственно, моментальное предоставление ресурсов бизнесу, вот какие-то новые задачи, там, пилотные проекты, какие-то среды тестирования, разработки, так далее, там, подобное, щелчком пальцем все происходит. Подробная отчетность статистика, всегда видно, какая там IT-система, какая информационная система, какой, возможно, даже бизнес-процесс, сколько денег потребили, и, собственно, стоимость у нас всегда предсказуема, да. В этом году мы уже выполнили ряд подобных проектов, собственно, если так их усреднить, сделать нечто такое, средний срез, да, среднюю температуру по больнице, скажем так. Проект можно разделить на четыре этапа, основных четыре этапа. Первый этап – это выполнение обследования анализа, разработка как раз тех самых требований к целевой инфраструктуре, в том числе от бизнеса, да, анализ имеющихся IT-решений, IT-систем, анализ их взаимосвязей между собой, как раз та самая подготовка к тому последнему этапу миграции, да, четвертому. На этапе два происходит разработка концепции целевой инфраструктуры. Здесь мы уже совместно с заказчиком из вороха, там, альтернативных решений, там, возможно, каких-то вариантов, по каждому инфраструктурному компоненту определяем, там, некий целевой вектор развития. Его, скажем так, осмечиваем, бюджетируем, определяем уже непосредственно, там, какие-то закупочные стоимости, сроки, вехи, взаимосвязи с какими-то соседними проектами, так далее, там, подобное. На выходе у нас уже получается законченный проект, там, со всеми стоимостями финальными. Этап три – это уже проектирование и непосредственно внедрение инфраструктуры. Здесь мы видим довольно большой разбег, вот, от, там, пяти недель или даже меньше, может быть, все, конечно, зависит, да. Это в том случае, когда у нас инфраструктура будет располагаться, вокализованная, как раз в том самом публичном облаке, да. Тут довольно много времени нам тратить не нужно. И десять недель, на самом деле, и сильно больше, может даже и до двадцати недель доходить. В случае, когда нам необходимо осуществить, там, закупку, поставку и внедрение, там, какого-то ИТ-оборудования, я не знаю, серверов, там, систем хранения, коммутаторов и так далее, там, подобное. Вот, ну, то есть, фактически построить с нуля такой, там, тот, небольшой, там, центр обработки данных. Вот, естественно, там, сроки улетают вправо. И последний этап, та самая, наконец-то, уже миграция, вокализованную инфраструктуру пользователей, продуктивных данных, переключение ИТ-систем, проведение, там, всех необходимых тестов, проверок и так далее, там, подобное. То есть, в зависимости, вот, опять же, от объемов, от задач, от, там, применения, там, у самого публичного облака, проект можно реализовать, там, срок, там, на двух, двух с половиной месяцев, ну, и так далее. Вот, коллеги, ну, в принципе, у меня на этом краткий рассказ закончен. Если есть вопросы, пишите, я с вами тут до конца сегодня. Спасибо. Отлично. Тут беру слово «я». Насколько слышно, не слышно. Слышно. Супер. Тогда приступим. Мои коллеги уже рассказали вам, чем хороши облака и как к ним подступиться. Ну, а я же поведаю вам об аспектах безопасности при переходе в облака. Но, сперва, напомню, что вообще нужно учесть при переходе на облачные технологии. Нам для начала нужно сформулировать, зачем вообще мы решили использовать облако. Потому что это будет основное направление наших дальнейших размышлений и объяснением для всех задействованных работ участников, какие цели мы преследуем при переходе. Затем нужно будет выделить системы и сервисы, развертывание которых вы бы хотели ускорить, ну, и получить для них возможность гибкой конфигурации доступных ресурсов. Причем хорошо бы уже на этом этапе задуматься, а нет ли каких-то данных, которые стоит контролировать и, может быть, рассмотреть возможность не выносить такие данные в облака. Но даже если об этом забыли подумать на этом этапе, всегда это можно будет исправить на следующем, когда будут уже формулироваться требования к облачной инфраструктуре и помимо функциональных обязанностей нужно будет оценить и требования информационной безопасности. Вот об этом мы поговорим подробнее. Но пока просто запомните, что после учета всех требований нужно будет решать, кто сможет обеспечить их реализацию. Так вот, для оценки требований информационной безопасности нужно понимать, что вообще нужно учесть эксперту. Это уже будет зависеть от типа облака, где в зависимости от того, кто будет больше управлять инфраструктурой, у того и будет больше возможности реализовать все требования. Значит, такую ответственность нужно будет в явном виде закрепить. Ну, поскольку у нас сегодня времени не так много, то хотелось бы обратить внимание на вот один общий пункт автоматизации контроля ИБ. Нужно помнить, что под ним скрывается не один контроль, но один из них является обеспечение мониторинга событий информационной безопасности в облаках. Если оставить этот аспект непроработанным, то последний бастион в виде реагирования на инциденты ИБ может быть нереализован. И это существенно повысит риски информационной безопасности. Но это не так страшно, если вы будете помнить, что в целом нельзя отказываться от преимуществ облаков из-за возникающих рисков, если обеспечивать их должный контроль и снижать их до приемлемых. Поскольку, ну, волков боятся в лес не ходить, ну или, как в нашем случае, рисков боятся, больших преимуществ не видать. Ну, почему именно нужно оценивать требования, мы обсудили. Но теперь вкратце обсудим, как их можно оценить. Для начала нужно прикинуть основные критичные стоп-факторы. Это все, что уже было сформулировано на прошлых шагах, когда отвечали, зачем мы идем в облака и что туда идет. А также оценка потенциальных исполнителей, которые смогут обеспечить весь нужный функционал. А прежде чем оценить этот функционал, нужно будет оценить функциональные особенности. Об этом вам уже как раз и рассказали мои коллеги, будут дальше рассказывать в рамках вебинаров. И в конечном счете нужно будет обязательно провести оценку безопасности облачного решения. Вот сделать это можно, подобрав значимые для вас критерии безопасности и учесть их при выборе провайдера. В нашем подходе мы сформировали чек-лист, в котором мы оцениваем 14 аспектов безопасности, перечисленных на слайде. Каждый из них анализируется отдельно, с кратким резюме, присвоением оценки. Ну и в итоге можно наглядно увидеть слабые и сильные стороны рассматриваемого варианта. Ну и после этого запланировать проекты, которые позволят вам компенсировать выявляемые слабые стороны рассматриваемого варианта. Но важно помнить, что комплексное обеспечение облаков достигается за счет синергии имеющихся технологий и людей, взаимодействующих с ними в рамках процессов. Вот о технологиях вам более подробно расскажет в следующий раз мой коллега Иван Краснов. Ну а я, тактично обозначив наличие технологий, перейду дальше. Подход JET формировался на обеспечении комплексности существующих классических подходов и учете специфик облаков, где технологии были поделены на уровни и четыре области их применения. К уровням у нас относятся процессы, инфраструктура, приложения, данные и доступ. Ну а к областям работники, сами облака, будь то частные или публичные, ну и прочие внешние взаимодействия. Так вот, если взглянуть на него более подробно, то вы увидите, что в самом начале, когда речь идет о подключении бизнес-провайдера облачных технологий, очень важно обсудить все аспекты, касающиеся разграничения зон ответственности. Желание минимально в обликации, надеяться, что все вопросы кто-то решит за вас, оборачиваться неучтенными перерасходами, но и повысшей в воздухе ответственностью. Поэтому, приступая к обеспечению технических контролей, убедитесь, что провели оценку провайдера и точно понимаете, кто будет обеспечивать эти контроли. Заказчик самостоятельно, совместно с исполнителем или исполнитель полностью отвечает за обеспечение. Вот подробный пример реализации такого подхода на Яндекс.Облоке в следующий раз расскажет мой коллега Антон Вележанинов. Ну, я бы хотел успеть отметить еще один аспект безопасности в облаках, а именно compliance, то есть соответствие регуляторным требованиям. Это, безусловно, зависит от сферы деятельности вашей организации и того, как вы ответили на вопрос, что именно пойдет в облако. Но, поскольку в зависимости от того, какие данные будут находиться в облаке, нужно будет учесть требования специфического регулятора и особенно серьезно оценить риски, если вы объект КИИ. Но, в любом случае, вас ждет подробный разбор аспектов, связанных с персональными данными. Поэтому нужно будет проработать зону ответственности с облачным провайдером, убедиться, что производится сбор согласий на передачу ПДН третьим лицам именно в вашей документации, а также озаботиться вопросами локализации персональных данных на территории России. Ну и, подводя итог всему сказанному, нужно помнить, что преимущества использования облаков перевешивают риски, но только при условии, что вы их будете контролировать. И аспекты ИБ в данном случае не исключение. Спасибо за внимание. Так, у нас сейчас открыта секция вопросов и ответов, насколько я знаю. Так что можем пройтись по ним. Да, давайте. Мы обязательную часть сегодня выполнили. Если есть какие-то вопросы. О, появились вопросы. Глеб, это к тебе. Посмотри в чат. Да, в какой момент можно задачиваться ИБ при миграции? Ну, в первую очередь, безусловно, чем раньше, тем лучше. Но, как я уже сказал, об этом стоит задумываться в тот момент, когда вы хотите ответить на вопрос, что именно будет переходить в облако, и когда следует оценить, какие именно данные там будут у кого находиться. То есть в тот момент, когда вы уже начали решать, что именно пойдет в облако, в этот момент и должны включиться специалисты ваших подразделений ИБ, чтобы помочь вам с корректной оценкой. Так, привет, привет, последний слайд. Сергей, это про безопасный рассказ, да? Дмитрий, сталкивались ли мы с мультивендорами, клаудами? Ну, что здесь имеется в виду? Есть тут немножко такая нечеткая формулировка. Есть история про мультиклауд, так называемый. Есть гибрид, о чем я рассказывал. Гибрид – это когда вы совмещаете свою инфраструктуру с каким-то облаком, а мультиклауд – это когда вы совмещаете между собой несколько облаков. Соответственно, вопросы, которые возникают, вот если мы говорим про разных публичных провайдеров, да, безусловно, мы с таким сталкивались. Здесь есть масса тонких вопросов, связанных с сетевой связанностью на самом деле. Их так вот в обзорной презентации надо не закрыть, потому что будет масса вопросов, как связать между собой эти облака. А с точки зрения управления, ну, практически все крупные облака сейчас, в том числе и наши отечественные, поддерживают подход управления через инфраструктуру как код, там, тем же терраформом, да, и это позволяет управлять ими каким-то единообразным способом. То есть инструментарий, собственно, то, о чем я говорил, что инструментарий сейчас фактически стал единым для облаков и для он-премис инфраструктуры, тот же Ansible, тот же терраформа, как бы везде одинаковый. Я понимаю, что мы хотели бы, наверное, видеть какие-то там условно порталы самообслуживания, которые одновременно могут ходить в 555 разных облаков и заказывать там ресурсы. Это такая голубая мечта, но на текущем этапе такого, наверное, не существует. Так, Игорь пишет, как правильно организовать и обеспечить управление облачной частью инфраструктуры своей физической из единой точки? Какие варианты инструментов есть? Вот я как раз сейчас об этом, да, и пытался говорить про инструментарии, собственно, которые провиженят облачные ресурсы. Это Тераформ или, например, Пулуми. По-моему, Яндекс, кстати говоря, даже разработал для Пулуми провайдер для своего облака. То есть появится какая-то альтернатива Тераформа. Мы все знаем, да, я думаю, кто пробовал, пытался работать с продуктами Хашикорп, тоже с тем же Тераформом. Сейчас Хашикорп не очень-то лоялен к России, если не сказать вообще не лоялен. Скачать его непросто. Вот, поэтому, конечно, альтернативы ищем. Также вот надо рассмотреть продукты, продукты, которые занимаются миграцией или, вот слово вылетело из головы, есть умное слово, англицизм, потому как считать потребление ресурсов в облаке. То есть есть класс продуктов, причем как минимум два, я просто сейчас не хочу заниматься прямой рекламой, но есть как минимум два отечественных продукта, которые умеют мигрировать нагрузки из облака в облако и которые умеют считать, кто сколько потребил, раскладывать эти информацию о потреблении по каким-то организационным структурам предприятия. В основном, вот это потребил один департамент, вот это другое, вот это под одну IT-систему, вот это под другую. На самом деле, приходите, я думаю, будет фоллоуап после семинара, и мы сможем с вами не в открытом формате, а так обсудить, как это можно добиться. Получается, у нас есть инструменты, которые, собственно, провиженят и конфигурируют облачные сервисы, да, вот я говорил, там, Тераформ, Пулуми, есть вот история про миграцию и биллинг в мультиклаудной среде, тоже отдельно можно обсудить. Вот, наверное, все, что сейчас существует. Так. Так, я продаю свой софт клиентам, мой софт размещается в облаке у провайдера, мой клиент обрабатывает перс-данные, и получается, что все провайдеры, я и мой клиент являются операторами перс-данными. Как правильно оформить ответственность? Хороший вопрос. Не знаю, Глеб, можешь прокомментировать? Да, но тут, получается, в целом, если я могу вернуться тут на слайд назад, то в общем случае нужно понимать, если вы продаете софт, и вы потом имеете сами доступ, там, админки к этому софту, а значит, и доступ к тем данным, что размещается и у провайдера, и у вас, то вам нужно правильно оформить согласие с объектом на передачу ПДН третьим лицам. То есть вы уведомляете конечных пользователей, которые будут использовать ваш софт, что помимо того, что они, ну, все, что они загружают в этот софт, будет доступно также и провайдеру, и вам, как торговцу этим софтом. Соответственно, здесь это нужно отразить правильным согласием. Окей. Так, дальше вопрос. Есть ли опыт развертки инфраструктуры проектирования, конструкторский отдел с необходимостью высокопроизводительных вычислений и быстрого VDI для работы со средствами SAP? Не совсем про облака, но да, есть такой у нас опыт, мы делали VDI, в том числе для крупных авиастроительных компаний в России. Приходите, сведу с нужными людьми. Вы знаете, сейчас сходу не скажу, под Linux или нет. Вот, ну, то есть, есть опыт VDI под Linux, насколько я знаю, был, но был ли это именно тот же самый проект, что и, вот, я сейчас говорю, не готов сказать. Насколько я знаю, проекты были на, там, опять же, чтобы не заниматься прямой рекламой, на китайских решениях, то есть они там были явно не западные. Вот, вот, давайте тогда после вебинара попробуем пообщаться на эту тему. Так, коллеги, еще вопросы? Продолжение следует... Да, тут вроде вопрос, да, хотим переехать из облака в другое. Все предлагают аудит и пентест, но все клауды уже сертифицированы, так это предлагают. И про мониторинг, то, что есть из коробки, но все пытаются подать заново, что уже включено, только ресурсы. Но тогда и B больше привязано к облаку, ниже к нашим серверам. Вот тут как раз остается вопрос о разграничении зон ответственности. То есть после оценки каких-то определенных аспектов безопасности может оказаться, что за какие-то вещи провайдер не готов отвечать. И в таком случае вы можете решить, что какие-то сверхкритичные данные, там, да, пардон за терминологию, там, да, сверхкритичные, то есть это нужно по каким-то определенным критериям будет оценить, насколько эта информация для вас, ну, действительно важна, после чего решить, где она будет располагаться. И существуют, так скажем, ситуации, при которых часть информации остается на ваших серверах и не переносится в облако. То есть там она либо урезается, либо маскируется, либо там просто как-то не выносится окончательно на сервис провайдера. И вот в таких случаях нужно понимать, что именно у вас будет подключаться к CEM-соку, иначе, ну, вопросы мониторинга зачастую оказываются глубоко погребены за остальными аспектами. И в итоге, ну, все закрываются бумажкой каким-нибудь договором, в котором написано, что вроде как за это отвечает облачный провайдер, но если копнуть глубже, выясняется, что это не совсем так. И мы приходим к тому, что у нас подвисшая в воздухе ответственность, за которую никто как бы не несет, ну, которую просто никто не несет, но при этом инцидент случается, и приходится искать крайних. Вот. Поэтому здесь, ну, случай индивидуальный. То есть после того, как вы понимаете, что что-то у вас будет храниться надежнее, чем у сервиса провайдера, вы на это просто соглашаетесь и обеспечиваете защиту этих данных самостоятельно. И вот в таких случаях и приходится дополнительно проводить аудит, дополнительно смотреть и настраивать собственный CEM, потому что, ну, зачастую выстраивается длительная линия коммуникации, из-за которой, ну, просто получается, что сервис-провайдер что-то узнал, но не имеет полномочий на реагирование. Он об этом оповещает непосредственно заказчика, и время на реагирование увеличивается, ну, в разы. Для того, чтобы этого не было, приходится настраивать мониторинг самих заказчиков, так, чтобы они, по сути, перехватывали и видели все то же самое, что и находится в облаке. А это, опять же, вопрос договоренности сервис-провайдером, и просто наличие сертификата тут никак не спасет. Вот это индивидуальный случай, который надо рассматривать и отдельно оценивать. Вот. Ну, вот тут вопрос в зон ответственности. Я говорю, что если мы говорим, что провайдер в результате миграции анализа ивентов сам должен давать рекомендации, да, он может давать, но все зависит case by case от самого провайдера. То есть если это кто-то уже разобравшийся в вопросе и готовый такие рекомендации поставлять, он, безусловно, это может вам предоставить, но если у него этого нет, то головная боль оказывается на заказчике. Возможность, ну, заказчики без сок, да, действительно, не смогут реагировать быстрее. Согласен. Тут вопрос в масштабах. Я все-таки, да, сейчас отвечаю на вопрос максимально широко трактую, кто может быть, какая организация. Так, отвечу на пару вопросов. Рассматривали ли Huawei как провайдера? Ну, формальный ответ, да, рассматривали. Сейчас времена поменялись с тех пор, как мы его рассматривали. Я думаю, это такой секрет полишинеля. Не знаю, в курсе нет, что один из, одно из блоков, предлагаемых под брендом Сберклауд, это как раз облако Huawei. Поэтому на текущем этапе, наверное, не знаю, я не вижу большого смысла его рассматривать, если вы в России, по крайней мере. Спасибо вам, Александр, за вопросы. Потому что все те же сервисы, но предлагает Сберк. Ну, у Сбера есть три облака, вернее, два с половиной. Первый на VMware, второй это Huawei облако, и третий, они разрабатывают свое решение. Поэтому, да, точно, второе облако, оно как раз Huawei скорее есть. Опять же, говорит, есть его в России. Так, был еще вопрос по поводу курсов молодого бойца. Да, конечно, их достаточно много. Здесь вы порекомендовали курс от Яндекса, инженер облачных сервисов. Есть курс у них и в принципе. Есть еще много, в том числе российских, платформ обучения, где есть курсы. Единственное, я бы, наверное, тут рекомендовал все-таки смотреть на курсы от действительно облачных провайдеров. Почему? Потому что от независимых... Ну, надо смотреть, что предлагают независимые обучающие центры, потому что они часто предлагают историю про там Amazon, который не вполне сейчас актуален в России. Ну, если он не нужен, именно Amazon, конечно. То есть, надо смотреть, что конкретно в программе. Был ли у нас опыт сравнения Яндекса и Huawei? Ну, в каком разрезе? То есть, с точки зрения там не очевидных характеристик производительности или масштабируемости? Нет, наверное, мы такие вещи не сравнивали. С точки зрения функциональности? Ну, скажем так, нет. Наверное, мы сравниваем облачных провайдеров в большей степени по доступным услугам и по ценам. Вот так. Потому что, если мы говорим про какие-то крупные проекты, то часто провайдеры идут на какие-то особые всегда условия, так или иначе. То есть, то, что не заявлено непосредственно. А почему вы спрашиваете, Дмитрий? Есть какие-то решения от Huawei, которые вас особенно привлекают? Видимо, Дмитрий уже. Не, ну, смотрите, то есть, я не знаю, говорю, как на сегодняшний день в России купить облачные сервисы от Huawei, но само по себе облако вот Сберклауда, Advanced, оно очень хорошее, действительно. Оно отработано, оно отработано, как технология отработана в Китае на очень больших масштабах. И здесь, в принципе, неплохо себя чувствует. Поэтому, безусловно, если там по необходимым сервисам оно подходит, то почему мы его не используем? Яндекс здесь силен, наверное, с точки зрения решений по анализу данных, по решению, решением по, там, машин-лернинг, распознаванию речи, то сильные стороны. А с точки зрения, если там нужны какие-то более базовые сервисы, Huawei вполне подойдет. И АСПАС там есть. Ну, смотрите, если говорить именно о, там, наборе доступных функций, да, у Яндекса очень неплохо с этим. Но есть же не только, вот когда мы говорим именно про облако, как услуга для enterprise решений, там могут другие какие-то вещи играть. Ну, не знаю, банальный пример это размещение ЦОДа. Там есть некоторые областные провайдеры, у которых ЦОД есть в восточной части России. Для кого-то это может быть важно. Но по услугам, наверное, по разнообразию доступного функционала Яндекс один из лидеров, безусловно. Это хорошее решение. Но вряд ли они договорятся, наверное. Только если мы сделаем какое-то мультиклауд решение для вас на базе этих областных провайдеров. Думаю, да, вполне реально. Так, коллеги, есть ли еще вопросы? Так, ну, если вопросов нет, тогда спасибо. Мы завершаем. Презентацию пришлем и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.